Когда же, когда же мы получим свои деньги? Начну с того, что почему, в общем-то, возникла необходимость остановить 11-ю систему и запустить 12-ю. Ну и я вижу, что по слову здесь много находится руководителей, и я также являлся десятитысячником по системе ООН-2011, и у моих руководителей, так как у вас, на счетах скапливались колоссальные суммы денег. Было такое, да, по несколько миллионов рублей на счетах, на карточках. Соответственно, многие люди не выдерживают испытаний деньгами. Испытания деньгами, испытания власти – это самые сложные испытания, через которые может пройти человек. Кто-то из людей начинает ломаться, кто-то ломался на миллионе, кто-то на десяти, у кого-то сердце дрогло на ста миллионов. Но такие случаи были. У себя в организации, я не знаю таких ситуаций, но судя по тому, что вот идет молва, да, такие случаи были, когда руководители забирали деньги, пропадали в местном направлении, это было. Второй момент, когда начинался прессинг, мне со стороны массовой информации создавался массовый негативный фон с арестом Сергея Пантелеевича, то, что выступали какие-то эксперты, прогнозировали крах системы, и у людей возникала паника. Соответственно, паника возникала не только у вкладчиков, паника возникала в душе и у руководителей тоже. И, соответственно, параллельно начинался прессинг со стороны банковской системы. Лично у нас, я не знаю, но я думаю, что это по всему миру было, что начинали блокировать банковские счета руководителей. У многих руководителей с миллионными вкладами были заморожены счета, и люди просто не могли оперативно делать выплаты. То есть второй минус. И третий минус – это, скажем так, претензии со стороны налоговых органов. Когда у нас, по-моему, такая ситуация. Если по банковской карте проходит оборот в месяц более 600 тысяч рублей, то сведения автоматически передаются в налоговую службу, которая начинает разбираться. То есть вот эти три случая – массовая антиреклама, человеческий фактор и прессинг, и угроза руководителей – просто привезли необходимость к тому, чтобы 11 системам необходимо было останавливать. И пока она не… ну, как говорят там, 30 миллионов – это не совсем массово, да? Но если бы сейчас 11-я бы работала, и сейчас бы она была бы остановлена, вы представляете, какой бы резонанс был, запустить 12-ю просто не удалось. Поэтому Сергей Хотелевич, я считаю, правильное решение – остановить, скажем так, малой кровью. И есть четкое указание, знаете, вот мы сейчас приехали из Турне по Украине, общались с руководителями, есть негласно, и руководители высокого звена, они подходили и спрашивали там у тех, кто нахуй совершил, «Ребят, скажите четко, будут выплаты или не будут?» Работать в состоянии неизвестности достаточно тяжело. Скажите, не будут выплаты. Все, мы тему закроем, отметем и будем развивать 12-ю. Значит, и Сергей Хотелеевич, и Александр Колбасов, и Константин Казанина четко отвечают – выплаты по 11-й все будут 100%. Никакого вопроса даже, чтобы их сократить, урезать, не делать, даже не стоит. То есть все люди, все вкладчики ММОН-2011 свои деньги получат. Единственный вопрос времени – когда? Да. Значит, теперь, почему, вы все, наверное, знаете, что сейчас денег в системе очень много. Для любой пирамиды, финансовой пирамиды, есть два критических фактора. Это когда денег очень мало, как у нас было в 11-е, когда резкая паника и резкий отток. И когда денег очень много. Вот сейчас у нас та ситуация, когда денег в системе очень-очень много. Поэтому люди вкладывают, но не хотят снимать. Возникает ситуация с подтверждением вклада. Поэтому Сергей Пантелеевич сейчас принял решение, вы все знаете, не давние новости, отменить годовые вклады. Но не просто их отменить задним числом, да, в нули. Он их выкупил, система выкупила их по той сумме, которая выросла на текущий момент. Посмотрите, какое количество вкладов годовых разморозит одномоментно, и система все их покрыла. То есть кто сомневается, что в МММ нет денег, когда в плачке поток, кто что, МММ опять хочет свернуться, уже годовые отменили и так далее. Вспоминая 11-ю систему, когда там бонусы сначала отменились, потом и так далее. Посмотрите, какая система может годовые вклады выкупить одномоментно. Это четкий показатель, что система сверхстабильна, сверхрабочая, и денег в системе очень-очень много. Теперь по поводу того, что если денег в системе много, почему их не пустить на выплату участникам по 11-й? Ведь многие люди понимают, что выплаты участникам по 11-й – это одна из самых лучших реклам. Отвечаю на этот вопрос следующий. Когда, понимаете, что сейчас, когда была подроблена 11-я система, очень много нечестных руководителей, скажем так, были из системы выкинуты. Они ушли. Я не буду называть их там плохими словами, но вот эта вот прослойка, она просто отвалилась от МММ. И сейчас эти люди пытаются снова сюда прийти. Они подают левый отчет, левый скриншот и так далее. И таких людей достаточно большое количество. Поэтому есть необходимость заниматься четкой проверкой. Это не потому, что деньги любят чет. Просто на самом деле количество мошенников, которых привлекает сейчас 12-я система, достаточно велико. Было создано КРО, контрольно-ревизионный отдел, который занимался проверкой. Но наши люди и в этом хотели увидеть прибыль. Все думали, что в КРО есть власть, что в КРО есть деньги. И ящики писем руководства валилось от количества писем, желающих вступить в КРО и работать якобы на благо системы. Но эти люди в глубине души, они хотели прежде всего удовлетворить личностные, корыстные интересы. Выплатить деньги поскорее своей структуре, продвинуться по гарерной лечеству и так далее. В итоге что произошло? Когда люди посидели, посмотрели, какой объем работы нужно делать, что денег, доступа к деньгам у КРО нет, что власти там тоже нет никакой. Эти люди просто начали отпочковываться. И что происходило? Вот мы все отправляли отчеты на проверку КРО. Допустим, брали мою структуру, сотрудник КРО проверял, 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 проверял. И через какое-то время он понимал, что все, ему это надоело, что денег власти он не получил. И он говорит, все, ребята, я ухожу свободно. И получается, моя структура, которую этот человек проверял, была брошена наполовину. И, соответственно, когда ее потратил следующий КРОшник, неизвестно. Вот текучка КРО была порядка 80%. Представляете, с той человек пришло 80 КРОшников, которые занимались проверкой ваших структур, через какое-то время они отвалились. Остались 20% трудяжек, которые реально шерстят наши структуры и реально помогают. Вот у нас на всей Курской области, на миллион населения, выплаты получило порядка, ну, где-то, может быть, 10-15 человек всего. Но я считаю, что это очень хорошо. Потому что, когда 11-е было остановлено, у нас у руководителя, я был в структуре флагман, у нас оставалась на счетах достаточно ощутимая сумма денег. Мы выплачивали вверх, вниз, в бок, то есть у нас денег было очень много. И когда мы делали выплаты, когда система была остановлена, и мы делали выплаты до 10 тысяч рублей, мы обратили внимание, что всего лишь 20% людей, которые получали деньги, они эти деньги возвращали в 12-ю систему. У кого-то, может быть, статистика лучше, но по нашей структуре примерно так. И поэтому я думаю, что сейчас, в принципе, выплатить всем людям, всем вкладчикам, просто взять деньги по номиналу, это будет просто перерасход денег системы. Следующий момент, который хотел осветить. Скажите, пожалуйста, вы знаете, как обстоят дела у нас в Конго? Информации нет. Информации нет. Информации нет. Конго нет. Из ЮАР. Прошу прощения, из ЮАР. Значит, могу сказать, что в ЮАР у нас дела очень хорошо. Не просто хорошо, а очень хорошо. Как вы считаете, вот если бы в 94-м году, в 2001-м, в 2012-м году МММ четко бы поддерживалось государством, российским государством, как вы считаете, МММ сейчас не продолжала работать? Продолжала, 100%. Так вот, здесь мы находимся постоянно в конфронтации, нас со всех сторон присутствуют. Нашим руководителям в ЮАР удалось найти общий язык с руководством страны на высоком уровне. И сейчас в ЮАР МММ дали зеленый цвет. То есть никаких проблем ни с законом, ни с юристами, ни с правоохранительными органами там нет. Там сейчас система работает точно так же, как работала у нас в 94-м году. Там напечатаны МАВРО-доллары, и люди свою валюту могут купить эти МАВРО-доллары. Причем в офисах продаж МАВРО-долларов стоят очереди. Люди готовы купить эти МАВРО-доллары. Почему? Потому что эти МАВРО-доллары обеспечивают зерном. Я, честно, не знаю механизм, то ли наши ребята завезли туда зерно, то ли как-то другие поставщики. Но реально люди, которые там живут, они вот эти МАВРО-доллары могут поменять на зерно. Там довольно-таки тяжелая ситуация с продовольственным питанием, поэтому люди понимают, что реально их валюта ничего не стоит. А МАВРО-доллары могут купить и пойти через дорогу купить зерна и накормить семью. Поэтому сейчас, в конце октября, будет проведен итог работы по ЮАР. И уже в конце октября должны пойти... А, причем те деньги, которые аккумулируются на ЮАР, будут потрачены так же частично на выплату Вадима. На одной из конференций один из участников зала сказал, будем грабить папуас. Ну, это немного жесткое выражение, на самом деле, папуасы не папуасы, мы все люди. Но, на самом деле, что когда сейчас у нас ситуация тяжелая, люди из ЮАР, из других участков земли будут нам помогать. Причем, несколько государств африканского континента смотрят на, как сейчас развивается ЮАР, для того, чтобы эту систему взять и запустить у себя же в стране. То есть, то, что касается 11-е. Вот еще хотел бы задать, знаете, многие задают вопрос. А долго ли ждать? Долго ли ждать выплат по 11-е? Могу ответить вам следующее. Если ничего не делать, то долго. Сейчас не та ситуация, как в 94-м году, где у нас есть несколько комнат денег, там 7-8 комнат, одна комната используется на текущий там выплат, и переводы остальных лежат в мертвых грузах. Сейчас деньги абсолютно нигде не аккумулируются. И вопрос, где брать деньги на выплаты? Вот я смотрел, многие люди поднимали руки, кто является руководителем 11-е, кто является руководителем 12-е. Вот большой вам поклон за то, что вы действительно занимаетесь развитием 12-й системы, а не сидите, не жалуйтесь, тем более не вставляйте палки в колеса. Мы сейчас были на конференцию Украины, мы за 9 дней проехали 5000 километров, посетили 10 городов, везде были залы от 100 человек до 500, и у всех проблемы одни и те же. Выплаты по 11-е, когда-то какие-то проблемы с узководством, прессинг властей и так далее. То есть все люди, все мы одинаковые, но нас хотят убедить, что мы все друг другу враги. Восточную Украину стравливают с западной Украиной, в целом украинцев стравливают с Россией, наши славянские народы стравливают с Соединенными Штатами. Понимаете, принцип разделяя властвия, который был создан, внедрен и использован нашим руководством мировым, он очень успешно процветает. Мы считаем друг друга врагами. Понимаете, даже этот лозунг «Будем грабить косов» — это просто вот этот вот вирус, который в мозгу. Мы считаем, что этот человек чем-то ниже, чем мы. И я обратил внимание, что вначале, когда мы проводили конференции, вначале был, конечно, негатив. Люди задавали вопросы про выплаты, про проблемы в личном кабинете, про сложности с КРО. Но потом, после конференции, я видел, что те люди, которые вставали и кричали чуть-чуть там незумными словами на сцену, они вставали и стоя аплодировали. В Иваново-Франковске мы зашли в зал, там был кинотеатр, и в зале не было света. Понимаете? Мы увидели там 100 человек в темноте, лампочки сотовых телефонов, и я понял, что нам, наверное, сейчас будут делать темную. Ну, ничего, нормально, зажгли свет, люди активизировались, и половина там была не вкладчиков даже, там были почти четко люди выбивать долги по 11. Потом эти люди подходили к руководителям и начинали регистрироваться. Так, вот я бы, наверное, хотел бы немножко услышать вот обратную связь, но, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы вот такие насущные, на которые я бы постарался ответить. По выплатам, по выплатам какие-то вот конкретные, может быть, ситуации, которые требуют по озвучке, есть? Можно рассказать про функцию, которая появилась сейчас в кабинете, да, которая еще не активна? А по... А по... То есть выплата по 2011 в кабинете появилась эта функция, а вчера она была не активна? Я понял вопрос. Значит, в личном кабинете сделали обновление, и там появилась функция «Долг по 2011». Значит, эта функция была сделана для упрощения работы сотрудников ГРО. Была, скажем так, негласная информация, когда нас просили руководителей, всех людей, кто у нас был зарегистрирован по 2011, чтобы мы, руководители, сами их регистрирули в кабинет 2012. Почему? Потому что, вот представьте, сотрудник ГРО там приходит, и ему там несколько десятков тысяч заявок на выплаты. И он сидит, вбивает фамилии, имущество, электронный адрес, номер телефона, и потом начинает вбивать банковские реквизиты. Вот сколько вы физически, лично сможете вбить за один день таких людей? Ну, 100, 200, а какие ошибки могут быть? А потом, если что-то там с реквизитами перепутали. Поэтому вот эту функцию сейчас дали нам в руки, как инструмент помощи системе. Понимаете? Мы все одно. Мы все должны работать на благо друг друга. И поэтому мы сейчас вот этой функцией, когда мы регистрируем человека, нажимаем правой кнопочкой и «Долг», и туда вписываем ту сумму, которую человек должен получить по 11 с учетом всех выплат. Некоторые спрашивают, а надо ли туда вписывать бонусы? Получу ли я плюс 10%? Отвечаем этот вопрос четко. Человек получит только номинал своего вклада минус полученные выплаты. Все, никаких бонусов, никаких плюс процентов человек не будет получать. Значит, вот мне подсказывают, что эта функция была в тестовом режиме. Когда мы загружали скриншоты вкладов, то, когда нажимали «Сохранить», вы встречаете с функцией в тестовом режиме. Девушка подсказывает, что сегодня ночью эта функция заработала. Когда мы вбиваем туда все данные, у человека в личном кабинете в разделе «Мавра» должно прописаться строчка «Долг по системе ММН-2011». Если она там появилась, то это, во-первых, уже успокоит участника. Когда он сможет войти в кабинет, когда он увидит строчку своего долга, это даст вам время дальше работать и развивать систему. И со временем, ну, если не властная информация, скажем так, ну, может быть, вырежем потом, до Нового года, до Нового года, до 1 января, мы должны закрыть долги по 11 системе. Теперь вот вопрос, вопрос еще был по кредитам, да? Зачем вырежать кредитам? А вот давайте вот по кредитам поговорим. Интересная ситуация. Вот представьте себе ситуацию. Вот, допустим, есть человек рабочий, который поехал из глубинки в Москву на заработки, он 5 лет работал, сколотил какую-то небольшую сумму денег, там, вот, допустим, полмиллиона рублей, и ему не хватает до квартиры, и он решил эти деньги вложить в МММ. Руки в мозолях, такой трудяшка, вложил деньги в МММ. И другой человек, который, в общем-то, не напрягался, это был так по течению жизни, но ему там девушки в банках там пообещали кредиты по каким-то условиям, и он поставил в договоре свою закорючку, подпись, и ему дали кредит на полмиллиона рублей. И он тоже вложил в МММ. Вот вопрос, уважаемые руководители, уважаемые участники. Кому выплачивать первому? Тому, кто работал и вкладывал, или тому, кто взял кредит, просто поставил за корючку? Понимаете, вот эта дилемма, которую задают каждому руководителю, у одного проблемы со здоровьем, у другого кредит, у третьего еще что-то. У каждой ситуации индивидуальная. И вот так вот всем поголовно выплачивать, потому что человек взял кредит, это однозначно так делаться не будет. Но сейчас есть следующие приоритеты. Первая выплата идет приоритета, если идет угроза жизни человека. Если человек, допустим, взял деньги, криминальные структуры и так далее, реально человеку угрожают. Второе, это угроза здоровья человека, операции, роды или что-то такое. То есть вот эти два пункта, они идут в приоритете. Все остальное, кредиты там и так далее, все это, это позже. Опять же, это все в индивидуальном порядке, но вот эти все случаи экстренной выплаты, их согласует сам Сергей Пантелеич.